Девушки отдыхают Хорошо, что вы пришли Вам нужно будет работать вот в эту камеру Хорошо, хорошо Готовы? Готов Ну, значит, будем начинать Сегодня мы поговорим о гражданской войне в России Что такое гражданская война? Почему она началась в нашей стране? Кто были основные участники этой гражданской войны? И каковы были основные последствия гражданской войны, которая продолжалась без малого пять лет? События гражданской войны многие до сих пор считают белыми пятнами нашей истории Это, безусловно, одни из наиболее, может быть, объемных, трудных вопросов в курсе истории России И истории России XX века в том числе Определение гражданская война Закономерно рассмотреть как война, которая происходит в расколотом, разорванном, разделенном обществе Но всегда нужно помнить, что прежде это общество было единым Поэтому нельзя считать, что гражданская война была предопределена и неизбежна И в этом заключается определенный урок на будущее Ну и если говорить о предпосылках гражданской войны То, пожалуй, наиболее точным определением будет связь гражданской войны в России С событиями Первой мировой войны и Великой Российской революции Как сейчас уже называют события февраля и октября 1917 года Почему это важно отметить? Прежде всего потому, что эти события привели к глубокому политическому и экономическому кризису в России И необходимо было найти выход из этого кризиса Произошел разгон учительного собрания, к власти пришли большевики Выделился лагерь противников большевиков Лагерь достаточно пестрый И здесь были не только монархисты и правые Но здесь были и либералы, здесь были и социал-демократы, эсеры, меньшевики Лагерь был достаточно обширный Эти силы пытались, как они понимали, остановить революцию, остановить распад России И, собственно, весь лагерь антибольшевиков стали называть белым лагерем, белым делом И еще одна, так называемая, третья сила Эта сила представляла собой мощное повстанческое, крестьянское движение Которое также стало фактором российской гражданской войны А вот попытки разрешить этот конфликт, попытки выйти из кризиса, из экономического, из политического кризиса Другими способами, помимо военных, помимо военного противостояния Вот эти попытки действительно сто лет назад оказались несостоятельными И война разгорелась Возникли фронты, противоборствующие силы армии, государства Можно их так даже определить Государства белых, государства красных Те национальные государства, которые образовались на обломках распавшейся Российской империи Все они в той или иной форме, в тех или иных методах участвовали в этом всеобщем гражданском противостоянии Фактор, который способствовал эскалации гражданской войны Это действительно и политика советского правительства И ответные меры, которые предпринимали антибольшевистские силы В отношении основных социальных вопросов, основных социальных проблем нашего государства Здесь уместно вспомнить целую серию декретов, которые были приняты Совнаркомом И которые действительно способствовали усилению гражданской войны, усилению гражданского противостояния Это и декрет о расказачивании Знаменитая политика, которая проводилась в 2019 году И, по сути, ставила очень многочисленное военное сословие Российское казачество, по сути, вне закона Естественно, это способствовало тому, что казачество отказывалось поддерживать советскую власть Декреты о национализации, ликвидации практически любой формы частной собственности Включая даже мелкую трудовую частную собственность Все это тоже не могло не способствовать эскалации гражданской войны Ленин позднее сам признавал, что многомиллионная масса российского крестьянства Она была достаточно дифференцирована в отношении к частной собственности И когда в одночасье декрет о земле эту частную собственность на землю ликвидировал Безусловно, это нашло поддержку со стороны бедноты Со стороны части середнячества Но другая часть середняков, зажиточные крестьяне Очень многие из них встретили декрет о земле в лучшем случае нейтрально А затем, когда уже после декрета о земле началась политика продотрядов, политика продразверстки Здесь вот эти меры советской власти встретили открытое, непримиримое даже вооруженное сопротивление со стороны крестьян И это тоже фактор, усиливающий гражданскую войну Ни в коем случае нельзя забывать о последствиях декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви Тоже структура, пользовавшаяся все-таки достаточно большим влиянием среди многих и многих россиян Русская православная церковь оказалась тоже фактически вне закона Оказалась вне системы Начались преследования священников, начались убийства священнослужителей И это тоже не могло не вызвать определенного недовольства, определенного сопротивления И еще один, безусловно, важный фактор, который усилил гражданскую войну Это всеобщее обесценение человеческой жизни Ради достижения каких-то великих, замечательных целей в будущем Очень многие наши соотечественники сто лет назад были готовы перейти через кровь Были готовы к тому, что своих политических противников можно совершенно спокойно уничтожать физически И не задумываться при этом о каких-либо последствиях Что касается другого сложного вопроса Это вопрос хронологии, периодизации гражданской войны Существует мнение, что гражданская война началась чуть ли еще не с момента отмены крепостного права Да, действительно, мы видим, что в России назревали конфликты, назревали противоречия И эти противоречия прорывались подчас в очень таких экстремальных формах В формах противостояния, гражданского противостояния Прежде всего, можно вспомнить события Первой русской революции 1905-1907 годов Можно вспомнить и те гражданские конфликты, которые возникали в обществе В период правления Николая II, последнего царя династии Романовых Можно, собственно, и события февраля 1917 года уже назвать гражданской войной, гражданским противостоянием Тем более, что современники, многие, например, председатели Государственной Думы Родзянко Так и говорил, что уже началась гражданская война Но все-таки необходимо разделять понятие гражданский конфликт и гражданская война Критерием разделения здесь, прежде всего, должна быть специфика войны Как военно-политического противостояния двух и даже более, как мы видим в случае с нашей российской гражданской войной Политических сил В случае с гражданским конфликтом мы не видим раскола страны всей на противоборствующие лагеря Мы не видим фронтов, мы не видим армий Гражданские конфликты происходят в рамках существующей политической системы И в какой-то степени этой системе удается эти конфликты загасить, уничтожить, подавить Гражданская война все-таки это противостояние организованных военно-политических сил Каждый из которых обладает признаками государственности Здесь мы видим и территорию, здесь мы видим и власть, здесь мы видим армию Здесь мы видим и, конечно, часть населения Немалую часть населения, которая как раз поддерживает ту или иную сторону гражданской войны Специфика нашей российской гражданской войны, что она очень централизована, центростремительна Военные действия, как они идут на протяжении 1917-1922 годов Имеют своей целью прежде всего занятие столиц, столичных центров Петрограда и Москвы И вот здесь как раз становится понятна, наверное, периодизация гражданской войны Это 1917 год, поскольку временное правительство не изложено И факт прихода к власти большевистской партии в союзе с левыми эсерами и анархистами Пока еще в таком, ну, несколько коалиционном составе Не признается другими политическими силами Эти силы рассчитывают на учредительное собрание Они надеются на то, что им удастся взять реванш и перехватить власть у большевиков Но учредительное собрание разогнано И это еще один фактор, который усиливает эскалацию гражданской войны Начинается 1918 год Здесь мы видим такие факторы, усиливающие гражданскую войну, как Брестский мир Большевики ставят себя как бы вне тогдашних существующих международных правовых отношений Потому что международные правовые отношения исходили из того, что Россия обязана участвовать в Первой мировой войне По сути, это стало формальным поводом для интервенции И вот это еще один фактор, усиливающий гражданскую войну в России Интервенты появились не сами по себе Нужно всегда понимать, что любая гражданская война А если мы посмотрим всемирную историю, то подобных примеров мы можем привести немало Любая гражданская война в той или иной форме связана с иностранным вмешательством Она никогда не происходит в некоем вакууме Всегда сопредельные государства или государства, считающие себя лидерами, ведущими мировыми державами Стараются поддержать ту или иную сторону в гражданской войне И расклад симпатии, расклад политических сил здесь был очевиден Те политические силы, которые заявили о своей приверженности прежним международным обязательствам О непризнании Брестского мира А это были прежде всего антибольшевистские силы, это было белое движение Закономерно рассчитывало на то, что Антанта им поможет Здесь мы тоже должны учитывать, что поддерживать эту сторону В данном случае российское белое антибольшевистское движение Иностранные государства были готовы только постольку Поскольку это не мешало разрешить им какие-то свои внутренние проблемы Как только гражданская война в России потребовала от той же Англии, от той же Франции, от той же Америки Участия в непосредственных боевых действиях, которые происходили в гражданской войне То масштабы иностранной помощи стали сокращаться И с этого момента, собственно, с конца 2018 года интервенция идет на убыль К концу гражданской войны в России остается всего лишь одна Япония на Дальнем Востоке Все остальные силы, поддерживавшие белых, уходят в 19-м, в 20-м годах из России В процессе гражданской войны постепенно формировались новые системы власти Новые системы управления Опять же, каждая из этих систем претендовала на то, чтобы победить в гражданской войне Оказаться единственной для России Ленин придавал очень большое влияние, очень большое значение тому, чтобы создать управляемую Хорошо организованную, сплоченную систему Прежде всего, основой этой системы должна была стать большевистская партия Это ему вполне удалось С другой стороны, мы видим попытку создания военно-политического аппарата управления антибольшевистскими правительствами Сначала это коллегиальное, коллективное управление Наиболее яркий пример — Уфимская директория Временное всероссийское правительство Очень ярким примером был комитет членов учредительного собрания Сокращенно Комуч, действовавший в Поволжье летом 2018 года Белое движение выдвигало лозунги непредрешения основных вопросов аграрного, рабочего Хотя в недрах белых правительств действительно создавались комиссии, которые разрабатывали проекты решения аграрного, рабочего, национального и прочих вопросов И там были достаточно интересные варианты, интересные проекты подобного рода Но главная черта белых правительств в 2019 году То, что все провозглашавшиеся ими реформы откладывались до победы над большевиками До свержения советской власти Тогда как советская власть изначально заявила о том, что принципиальное решение того же самого крестьянского вопроса будет проведено незамедлительно То есть не стоит ждать там многих лет И мы видим, что уже к концу 2018-го, начало 2019-го годов советская власть обладает достаточно хорошо оснащенным, организованным, боеспособным аппаратом Удается сформировать многомиллионную Красную Армию Она достигает 5 миллионов человек к концу гражданской войны, к 2020 году В то же время у противников большевиков проблемы с формированием этого аппарата были налицо Были внутренние раздоры, были конфликты внутри антибольшевистского лагеря Самым, наверное, показательным конфликтом был приход к власти адмирала Колчака Знаменитый переворот 18 ноября 2018 года Когда адмирал Колчак оказался у власти, то существовавшее до этого всероссийское правительство Уфимская директория, как ее тогда называли, оказалась нежизнеспособной Но именно в варианте Уфимской директории еще предполагалось создание вот этого единого антибольшевистского фронта С одной стороны здесь будут у нас СССР и меньшевики, с другой стороны у нас здесь будут и военные сторонники военной диктатуры, сторонники белого движения Приходит к власти адмирал Колчак, берет на себя все полномочия этого единоличного правителя Но это конец 18 года Первая мировая война закончилась У интервентов, у союзников уже нет тех мотивов, по которым они могут активно поддерживать противников большевиков Белое движение начинает создавать свой аппарат Колчака признают остальные командующие фронтами Это прежде всего командующий вооруженными силами юга России генерал Деникин Это командующий северо-западным фронтом генерал Юденич Командующий северным фронтом генерал Миллер Создается вроде бы единое белое движение И единое белое движение предпринимает попытки взять Москву, взять Петроград Это мы видим в 19-м году Хронологически это пик гражданской войны, это наивысший ее период Но эти походы заканчиваются неудачами Белые армии не обладают той численностью, той ресурсной составляющей, которая в 19-м году была уже у советской власти, у Красной армии Ну и завершающий этап гражданской войны это 20-й, 21-й, 22-й годы 20-й год в любом случае попадает у нас в эту хронологию Поскольку последние магикани белого движения, как их называли Это генерал Врангель, преемник Деникина, на посту командующий вооруженными силами Юга России И атаман Семенов, преемник Колчака на Дальнем Востоке Они еще продолжают боевые действия против советской власти К концу 20-го года эти фронты разгромлены Но в 21-м году поднимается мощное повстанческое движение Та самая третья сила, зеленое движение, крестьянское движение Которое тоже как-то пытается организоваться Пытается создать вот эту некую доминанту политическую, управленческую И здесь мы видим такие события, как восстание в Кронштадте в марте 21-го года Начало повстанческого движения, его развития, его подъем в центрально-черноземных губерниях Прежде всего в Тамбовской губернии, Тамбовское восстание В Поволжье начинаются восстания Повстанческим движением, крестьянским, охвачена почти вся западная Сибирь Очень мощное, очень сильное движение повстанческое происходит на Украине Это движение под руководством Нестора Махно Во Владивостоке в мае 21-го года приходит к власти Прямурское правительство Во главе с братьями Меркуловыми И таким образом Приморье становится белым И вот Белое Приморье как раз последний очаг Гражданской войны Его история продолжается как раз до ноября 1922 года Итак, Гражданская война закончилась Причины победы советской власти можно перечислять довольно много Но главная причина это создание работоспособного Сплоченного административного аппарата Который помог Ленину удержать власть И проведение политики привлекательной Во всяком случае внешне привлекательной Для многих слоев российского населения Аппарат, оправдавший себя в период Гражданской войны Для многих политиков уже в 20-е и 30-е годы Казался единственной панацеей Возможной и для продолжения внутренней и внешней политики Продолжался вот этот лейтмотив противостояния, борьбы Только теперь уже не с белыми, а с другими классовыми врагами Это и кулаки, это и мировая буржуазия и так далее Мы до сих пор, к сожалению, так и не знаем точного числа жертв Гражданской войны Известно только то, что количество погибших в результате красного, белого террора В результате экономических, политических конфликтов Внутри советской России На территориях белых правительств В разы превышало потери на фронтах Потери собственно красной и белой армии Мы должны четко представлять Что, наверное, никакая даже самая благая политическая идея Никакая самая привлекательная, может быть, политическая программа Не стоит выше человеческой жизни Не стоит выше того, что ради этой политической программы Ради этих привлекательных политических лозунгов Можно было бы перешагнуть через кровь, через смерть, через преступления Я думаю, что это главный урок, который дает нам наша Гражданская война События уже вот столетней давности Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова